Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Алтайские фермеры больше не смогут продавать домашнее мясо, если оно забито на подворьях. На каток и лыжню только с QR-кодом. В Барнауле готовят новые ковидные ограничения. Театр на Бутырке в Барнауле, в краевую столицу, приехала труппа необычных актеров из Москвы. Алтайские фермеры больше не смогут продавать домашнее мясо, если животные были забиты на подворье, а не на бойне. Это решение накануне было принято противоэпизоотической комиссией. Фактически, это решение станет убийственным для крестьян, жизнь которых во многом зависит от реализации скота. Но кто еще может пострадать во всей этой истории? Наверное, вы уже и сами догадались. 11 ноября во всем мире начинается распродажа. У алтайских мясников продажа заканчивается. На заседании противоэпизоотической комиссии для крестьян звучит фактический приговор. Фермеры больше не смогут продавать домашнее мясо, если оно забито в подворьях, а не на сертифицированной бойне. Ветеринарная служба края просто не будет выдавать им сопроводительные документы, как это было раньше. Угроза возникновения Африканской чумы и свиней на территории Алтайского края наивысшая на сегодняшний день. Потому что все факторы для возникновения данного заболевания у нас с вами имеются. Мне бы не хотелось здесь вместе с вами собираться и обсуждать вопросы, каким образом мы будем ликвидировать заболевание. Ни в коем случае, потому что это будет гораздо сложнее и ударит по карману не только региону, но и каждого жителя, кто имеет сегодня домашних животных у себя в подворье. Это решение откладывалось несколько лет. Возможная вспышка Африканской чумы – лишь один из аргументов, почему так называемое нелегальное домашнее мясо должно исчезнуть с прилавков. Дальше разговора о послаблении идти не может по причине следующих моментов. В первую очередь связана с присвоением в 2022 году Всемирной организации здравоохранения животных Алтайскому краю статуса территории благополучной по ящеру. Если не будет введен запрет на забой скота вне боинских, то значит мы этот статус не получаем. Это лишит край возможности вывозить мясо в другие регионы и поставит крест на экспорте. На сегодня в регионе насчитывается около 150 боин. Половина из них работает с частниками. Только бойни есть далеко не в каждом районе, а значит теперь это расходы на логистику, на сам забой. На этой карте обозначены как раз желтым цветом у нас те муниципальные районы, в которых в принципе отсутствуют боинские пункты. В красном выделены два района, где буинские пункты есть, но они работают только исключительно на свинокомплексы. И поэтому с личным подсобным хозяйством там убой в принципе невозможен. У нас в пределах 483 тысяч личных подсобных хозяйств. Но это специфика региона аграрного, где 44% населения. И в общем это достаточно серьезный шаг, да, то есть и с точки зрения продовольственной, так скажем, безопасности, потому что эта продукция все равно частично поставляется нам с вами, горожанам, да. Вполне возможно, нужно накладывать моратории, да, и в том числе пока не будет создана инфраструктура. А ведь для тысячи людей это основной источник дохода. Юрий Фридц ранее в интервью нам уже сказал, что новые правила – жирный гвоздь в крышку гроба малого предпринимательства. Эксперты ждут роста цен на мясо на 15-20%. Этот тренд, он нацелен на поддержку и, наверное, в моем понимании пролоббирован крупными торговыми сетями, мясопереработчиками, крупными холдингами. То, что мясо будет дорожать, наверное, уже однозначно можно об этом сказать. Это не радует как предпринимателей, так, наверное, и потребителей, покупателей наших граждан. Но такова действительность, то есть вот эти ограничения вводимые, они всегда приводят к росту издержек, как следствие, к росту цены. Прогнозируйте, насколько поднимется цена на мясо после вашего решения в Крайне? Я не думаю, что цены на мясо вырастут. Цена меняется постоянно, и я еще не видел последние годы, чтобы цена становилась ниже. Станет ли от этого лучше покупателям, фермерам – вопрос, на который, наверное, не нужен ответ. Сами мясники, кстати, не исключают, что сейчас мясо начнут продавать в Ватсапе, одноклассниках, какие-нибудь туши с трехинеллой. Вот тогда уже точно исчезнет какой-либо ветеринарный контроль. Ирина Корчегина, Вадим Быстревский. День с толком. В Яровом запустили котел, который накануне сломался. А его, в свою очередь, запускали вместо другого сломавшегося котла. Такие дела на ТЭЦ, за которые продолжают следить краевые власти, прокуратура и следователи. Напомним, накануне на ТЭЦ запустили котел номер 10. Он проработал ровно сутки, а затем вышел из строя из-за образовавшегося свеща. В итоге в городе были вынуждены запустить летний котел, который, в принципе, не способен на большую нагрузку. Как стало известно сегодня, котел номер 10 все-таки починили. Он уже начал подавать тепло в сеть. Серьезные проблемы на ТЭЦ существуют уже несколько лет. Однако каждый год ситуация повторяется. Люди в домах замерзают. В ход идут обогреватели и теплопушки. Ситуации заинтересовались в Следственном комитете и в прокуратуре. На данный момент проводятся проверки. А сейчас в Яровом работает съемочная группа «Толка». Наш корреспондент общается с местными жителями, пытается выйти на связь с главой города и управляющей компанией ТЭЦ. Как оказалось, сделать это не так уж просто. Специальный репортаж из холодного города-курорта смотрите в ближайших выпусках и на нашем YouTube-канале. И к другой теме. Третью зиму подряд замерзают в собственных квартирах и дольщики Демидов парка. Температура опускается до плюс 15. И это при том, что серьезных морозов еще не было. Жильцы многострадального дома уже не первый год обращаются в свою управляющую компанию с просьбой решить проблему, но все безрезультатно. В проблеме в очередной раз разбиралась наша съемочная группа. А вот минус два было. Я здесь замерзала. У нас вот здесь мокрота шла. Прям конденсат собирался, потому что здесь холодно. И там холодно. Жильцы Демидов парка свято чтут священное писание. Но, увы, согреться оно не помогает. Уже который год с наступлением первых холодов люди замерзают в своих квартирах. Если бы не обогреватели, температура не дотягивала бы и до плюс 15. Здесь вот тепло как бы в комнате. А вот в той комнате мы, где с мужем спим, вот здесь. Вот здесь, конечно, я ночью сплю, у меня воздух замерзает. А минус будет. Минус 40. Это же все промерзнет здесь. И стены промерзнут. Не дай бог перехватит вот это все отопление и где-то разорвет. Потому что не все этажи заселены еще. А дом вообще не прогрет. Отопления нет, а вот квитанции приходят. За тепло, которого нет, жильцов берут по 3000 рублей ежемесячно. Еще 1000 дополнительно забирают обогреватели. Вот. Вот какое-то время поработает, останавливается, догонит, какую надо температуру, останавливается. Потом опять. Ну, особо я вот, ну, перед сном вот я стараюсь включить. Или утром, рано. Подъезд дома на Прудской 40 куда теплее, чем в квартирах. И жильцы дома уже всерьез подумывают о том, чтобы съехать со своих квартир и опосноваться здесь. Проблема с теплом в Демидов парке началась в первую же зиму, в 2019 году. Тогда температура на первых этажах опускалась до плюс 5 градусов. Причина промерзания, говорит управляющая компания, ошибка застройщика. Неправильно сваренные вот эти байпасы. И они все жмут на них, что их нужно переваривать. Что якобы здесь вот, вот этот байпас. Что якобы вот здесь вот где-то сварка там забила все. И тут маленькая щелочка такая, и она не продавливает. Есть ли проблема в этих байпасах? Вы организуйте, пожалуйста, вот эту вот переварку всю. В управляющей компании людям предлагают установить еще один теплообменник. Люди даже на него скинулись, но ВОЗы ныне там. Юристы советуют обращаться к жильцам вышестоящей инстанции. Жителям можно обратиться в органы Роспотребнадзора с жалобой на отклонение температуры от нормативной. Специалисты Роспотребнадзора с выездом на место могут зафиксировать такие отклонения и повоздействовать на управляющую организацию, которая эксплуатирует данный многоквартирный дом. Возможно, управляющая компания после обращения жильцов предпримет все необходимые меры. В случае же бездействия специалисты советуют идти в прокуратуру и суд. Ведь мало того, что дольщики не один год добивались ключей от своих квартир, так вынуждены еще и просить тепла. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Спросить о перебоях с отоплением, а также о других проблемах региона можно у губернатора края Виктора Томенко. 23 ноября глава региона проведет прямую линию с жителями. Направлять вопросы можно уже сейчас. Принимать их будут круглосуточно на специально созданном для этого сайте. Чтобы отправить сообщения, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг. Задать вопрос можно и позвонив на номер горячей линии. Телефон указан на вашем экране. Колл-центр будет работать по будням с 9 утра до 18 часов. Транслировать прямую линию будет наш телеканал, а также Катунь-24, Россия-24 и ОТР. Теперь на каток и лыжню только с QR-кодом. В Барнауле со следующей недели начинают действовать ковидные ограничения на зимних спортивных объектах. QR-код и паспорт любители спорта попросят предъявить в двух случаях. Если нужен прокат инвентаря, а также раздевалка. В ином случае QR-код спрашивать не будут. Здесь стоит напомнить, что продолжают действовать и ограничения прошлого года. Это соблюдение дистанции и масочный режим на всей территории спортивного комплекса, будь то каток или трасса здоровья. А между тем ряд жителей Крайовой столицы обратились в прокуратуру. Инициативная группа просит отменить QR-коды и не делить людей на вакцинированных и не вакцинированных. Даже полиция не имеет права просто так у гражданина потребовать документы. Со слов женщин, свою подпись в обращении поставило почти 3000 жителей. Некоторые комментаторы к видео отмечают, что это ничтожно маленькая цифра. Но есть и такие, кто попросту об этом не знал. Сейчас видео на Ютубе и во Вконтакте посмотрело более 40 тысяч пользователей. Под постом 1000 лайков и сотня комментариев. Несмотря на рост заболеваемости, активисты считают, что такой подход борьбы нарушает их права. Они просят отменить пропускную систему, которая действует сегодня в торговых центрах. Как мне на эскалатор попасть на второй этаж? Там меня парень вернул сюда. Не покажите и пройдите туда. Идиот. Нарушаются наши права, которые даны нам в Конституции. Это право на передвижение, право на посещение любых мест. Мест торговли, дошкольного образования. Мы не готовы и не согласны показывать посторонним людям и разглашать свои персональные данные. С понедельника пропускная система ужесточается. Список мест, где нужно будет предъявлять QR-код, станет включать в себя порядка 10 видов учреждений. К тому же не исключено, что электронные пропуски введут и для общественного транспорта. Сейчас этот вопрос на рассмотрении властей. В Барнаульском вокзале накануне провели полную санитарную обработку от коронавируса. На этот раз для дезинфекции в РЖД привлекли сотрудников МЧС. Ежедневно через станцию Барнаул проходит около 6 тысяч пассажиров. Какие меры предпринимают на вокзале, чтобы не допустить распространения инфекции при таком пассажирообороте, расскажем далее. Зал ожидания. Через это место проходят сотни людей каждый день. Пассажиропоток на железнодорожном вокзале Барнаула самый высокий в крае. Ежедневно со станции Барнаул уезжает около тысячи человек на поездах дальнего следования и около пяти тысяч отправляются по пригородным маршрутам. Но борются с инфекцией на всех ЖД вокзалах региона. Как минимум четыре раза в сутки санитарная обработка вагонов, вокзальные помещения не менее пяти раз в день. В целях снижения рисков заражения ковидом каждые два часа работники проходят, досмотровую зону обрабатывают, вестибюли, сидения, диваны, подоконники, столы и так далее. Они пришли, чтобы убить коронавирус. Огромный пассажирооборот в условиях пандемии обязывает комплексной обработке залов ожидания и помещений. Для этого в РЖД начали привлекать сотрудников МЧС. На вокзале подбирают время, чтобы не создавать неудобства пассажирам, перекрывают залы. Для специальной обработки и дезинфекции применяется водный хлоросодержащий раствор. Он безопасен для взрослых и детей. Время его воздействия в течение получаса уничтожает вирусы, болезнотворные микроорганизмы. Кстати, из-за пандемии пассажиры все чаще покупают билеты на поезд онлайн. Это гораздо удобнее и безопаснее, чем в кассах. Но обработка поверхностей, социальная дистанция и вход в маски по-прежнему остаются важными в сегодняшних реалиях. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком. Рост доверия к сотрудникам полиции растет. Об этом сегодня в День правоохранительных органов сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Эти слова подкреплены опросом граждан. Размер ошибки, как уверяют специалисты, не более 3%. Всего по всей стране опросили 1600 россиян. Из них 8% уклонились от ответа на поставленный вопрос. 35% прямо заявили о своем недоверии и оказались в меньшинстве. Согласно данным исследования, жители регионов в той или иной степени доверяют полицейским. 57% опрошенных видят типичного российского полицейского, как опрятного, храброго, вежливого, сильного, крепкого, также дружелюбного, грамотного, порядочного и работящего человека. Об этом говорится в результатах исследований. Так или иначе, новости о результатах опроса уже увидели более сотни тысяч людей. В комментариях люди пытаются найти тех самых довольных. Говорят, пока безуспешно. Московский камерный театр на Бутырке впервые приехал на Алтай. Столичное культурное учреждение располагается на территории самой крупной тюрьмы в Москве. В Барнауле актеры накануне представили премьеру «Папа». Спектакль показали не всем, а довольно специфичной публике, сотрудникам и родственникам уголовно-исправительной системы. С подробностями Анастасия Болотина. Чай, кофе, поесть. Я уже съела стакан воды. Отцы и дети. Вечная проблема поколений. Она и стала основой спектакля столичного Бутырского театра. Команда из профессиональных актеров, режиссеров, авторов и сценаристов гастролирует по всей России около пяти лет. Своё творчество демонстрирует преимущественно спецназовцам, уфсиновцам и сотрудникам других спецслужб. Частное камерное объединение содержит «Бутырка», крупнейшая московская тюрьма, для сотрудников которой и создавался театр. Зачастую сотрудников приводят в приказном порядке на спектакли. Но удовольствие лично для меня в том, что они увлекаются тем, что происходит на сцене и смотрят спектакль, не думая о том, что он закончится, и мы пойдём сейчас домой. Главный герой, которого играет Антон Шварц – сценарист детского кино. По сюжету персонаж уже много лет не работает и живёт в своём загородном доме. Но внезапное возвращение дочери, с которой он не виделся 16 лет, меняет его привычный ритм жизни. Проблема творческого кризиса, проблема непонимания родителей и детей. Мне кажется, это во всех возрастах актуально. Тема эта очень важная, и она близка многим из нас, и режиссёру, и некоторым актёрам. Вот эта фигура отца, которой нет в жизни, но которую хочется найти. В репертуаре – постановки о войне, комедии и детские сказки, с которыми труппа посетила порядка 15 городов России ещё до пандемии. На Алтае театр впервые. Спектакль «Папа» дебютировал на барнаульской сцене. Сейчас появилась возможность вместо спортзала ходить в театры. Это очень интересно, это своего рода развитие. Немножко в другом направлении уже, чтобы быть многогранной личностью, всесторонне развитой. Сегодня бутырских актёров оценит бийский зритель, а завтра – рубцовский. Ну а после труппа довольно экзотичного театра вернётся в Москву, домой, на территорию знаменитого тюремного замка. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский. День с толком. Накануне зимнего перерыва барнаульские «Динамовцы» приняли на своём поле «Ладу из Тольятти». К слову, игру уже окрестили самым поздним в календаре осенним матчем во всей истории нашего клуба. Подробности далее. Зелёное поле, яркое солнце. Правда, вокруг стадиона уже небольшие сугробы. Но в целом с ноябрьской погодой «Динамовцам» повезло. 40 лет назад, уже 9 ноября, наши дома встречались с текстильщиком. Даже морозец тогда не помешал болельщикам поддерживать своих. В этот раз матч проходил без зрителей, да и газон оставлял желать лучшего. Поле было подмёрзшим и скользким. Однако на 9-й минуте после розыгрыша у главого «Динамовцы» открыли счёт. Мяч на счету Максима Полковникова. Через несколько минут у «Динамовцев» точно была ещё пара шансов забить, но мяч в ворота не шёл. Это уже комментарий из послематчевого интервью. Как вы поняли, наши футболисты моментов упустили много, а вот гостей нет. Игрок «Лады» Марк Кулемулов сначала сделал счёт равным 1-1. Затем тольяттинцы даже вышли вперёд благодаря Александру Волчкову 2-1. Всё, чем смогли ответить «Динамовцы» отыграться, сделал это Завьялов. Мы предполагали, что будет, потому что настолько, конечно, поле такого качества будет тяжело, конечно, на нём играть. Как складывалась игра, сегодня второй тайм, я считаю, мы упустили три очка, потому что очень хорошую комбинацию разыграли, должны были забивать на последних минутах. Ну, опять же, молодость, молодость. К слову, «Динамо» не выигрывала 7 матчей подряд. Как пояснил главный тренер, делать подвиги, а концовки игр получаются всегда смазанными, не позволяет маленький бюджет. Если нет возможности платить хорошую зарплату, сильные спортсмены уходят. Оставшихся теперь ждёт месячный отпуск, но в декабре они снова приступят к тренировкам. Следующие игры «Динамо» проведёт в апреле 2022 года, а вот нашим соперникам по группе придётся сыграть ещё по одному матчу в этом году. К слову, «Динамовцы» по-прежнему в конце турнирной таблицы первенства России и второго дивизиона «ФНЛ». Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Продолжение следует...